В который раз зло не дремлет, в который раз она простирает свои загребущие лапы на мир людей, ну а те естественно по закону выживания всячески стараются этому препятствовать. Ну это естественно, жить то хочется. Главный герой данной саги следопыт охотник Рук, который жил со своей дочкой в деревне одной из первых попавших под удар и чтобы не стать жертвой вынужден быстренько эвакуироваться. Правда не один, с ним увяжутся многие жители поселка, став ему как и помощью в бою, так и обузой в дороге, ведь чтобы прокормить столь кортов много еды нужно. И путешествия от деревни к деревне, от города в город, нигде не найдя приюта в связи с наступлением полчищ врагов, отряд движется дальше, постоянно увеличиваясь в размерах, с десяток до сотен, а то и тысяч беженцев, воинов и варлов. Этаких великанов только с рогами, и постоянно во время движения нам приходится не только воевать, но и решать всевозможные хозяйственные проблемы. А в другом конце карты, навстречу Руку, движется второстепенный герой Варл Хакон, с многотысячным войском и с целью вступить в бой. Причем у него, хоть он встречает много врагов с делами получше, запасов провизии на несколько месяцев, воины дисциплинированные, знай себе, воюй и мародерствуй. Муками совести от обдирания павших никто не страдает, в отличии от беженцев Рука. Вот так и происходит игра. Один караван отступает, второй наступает, встречаются они посередине карты, где прогремит нешуточный бой, однако это только начало, самое интересное впереди. Как уже было сказано, игра напоминает караван. Мы движемся по дороге от точки в точку, участвуя в стычках, решаем дилеммы, посещаем города с целью поторговать или разжиться припасами, объявить всем, что скоро придет кирдык, чтобы принять к себе еще несколько десятков людей или варлов и двигаться дальше. О караване приходится постоянно заботиться, смотреть, чтобы все были сыты, для этого следить, чтобы провизии хватало хотя бы на пару недель, и довольны, то есть останавливаться на привал на денек-другой, отдохнуть, но не забывать о провизии. По дороге может многое произойти, как плохое, так и хорошее. Все решения происходят в текстовых квестах, так что почитать придется. Вот караван рискует остаться без счастья провианта. Там найден некий идол, там кто-то затеял ссору, а тут какие-то странные ягоды, и всегда решать вам, за все вы в ответе. Приняли неправильное решение и можете потерять или часть воинов, или припасы, а то одного из сопартийцев. Бой в игре выполнен в пошаговом режиме, причем в таком, которого я до этого не встречал. Во-первых, ваш ход и ход противника чередуются как в шахматах. Во-вторых, у воинов за живучесть отвечают два параметра, броня и сила. Когда сила падает до нуля, боец умирает, однако при высоком показателе брони урона можно и вовсе избежать. Допустим, один персонаж с силой 7 атакует другого с броней 5 и силой 6. 5 единиц брони заберут часть урона, которая составит 2 единицы. И чтобы убить такого противника понадобится 3 хода. Однако можно нанести удар по броне, за это отвечает показатель раскол брони, и разбив ее, добить противника вторым ударом. Естественно, некоторые наши сопартийцы лучше колют броню, вроде щитоносцев, а некоторые хорошо бьют, но есть соответственно середнячки, что делает и то и то одинаково. Игра в высшей степени похвалы. Первые полчаса думаешь, что это такое и как играть, а затем втягиваешься так, что можно и про время забыть. Есть, правда, в ней один недостаток, она короткая. Играя по 2-2,5 часа по вечерам, мы ее пройдем за 3 дня, что для такой игры как-то маловато. Вроде только вошли в кураж, а тут уже и титры. Однако уже сейчас игра получает хорошие отзывы и баллы, так что вполне можно ожидать и продолжения. На этом все, всем удачи и подписывайтесь на канал.